Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». 15 рязанских мастериц представили свои работы на выставке продажи «Рязань. Традиции искусства», которая впервые прошла в областной филармонии. Молодые юноши и девушки работают в разных стилях и жанрах народного творчества. О Михайловском кружеве расскажет нам сегодня Татьяна Преснова. Здравствуйте! Добрый день, Галина! Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня сюда с такими прекрасными моими работами, которые рассказывают многие уже сами за себя и начинают уже жить самостоятельно. Но то, что Михайловское кружево – это промысел уникален и аналогов в мире нет, и это, наверное, отличает их от других традиций земли Рязанской. А вообще промысло – это визитная карточка географически той местности, где они находятся. Ну, так как Михайловская кружево говорит за себя, город Михайлов – Рязанской области. В истории древнего города немало были иных страниц, и те, что написано с гордостью, руками простых кружевниц. Как клюшки, как гусли волшебные, звенят и звенят всегда. Два веку узоры отменные повсюду радуют сердца. Потрясающие строчки. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о Михайловском кружеве. В чем его уникальность, в чем особенность? Особенность в том, что это орнамент геометрический. В отличие от тех промыслов, которые существуют на территории Российской Федерации, Вологда, Елец и остальные точки промысла – это растительный орнамент, сцепная техника плетения, присутствует крючок. У нас крючок не присутствует, и поэтому пар зависит от количества, количество зависит от ширины и плотности кружева. Бывает до 120 пар, это 200 с лишним, как клюшек. Подушки-валики у нас очень большие, вот, и переплетение, которое на роде называется, и плетишок, и петушиный гребешок, и на основке огурцы – Михайловское кружево. Горит оно расцветами, закатами, березами, ракитами, ни белый, ни черный кинут на лен. Михайловское кружево – цветистое, старинное, рязанское узорочее, древнее, блинное, орнамент льется музыкой, цветную ленту узкую, плетали руки нежные, красу и душу русскую. Михайловское кружево веками не завьюжено, и с каждым поколением процветает вновь. Оно под песни сложено, в него от сердца вложено, красота душевная и вечная любовь. Конечно, промыслы – это работа коллективная, ни одного человека. Я главный художник закрытого акционерного общества «Тружница», но у нас настолько дружный, сплоченный коллектив, и все это объединяет любовь к промыслу. Почему? Потому что вот эта доброта, она передается через работы, приносить радость людям. И это, наверное, самое главное, несмотря на рыночные отношения в наше сейчас настоящее время. Расскажите о красавице, которая находится у вас в руках. Она очень большая, очень красивая. Здесь множество орнаментов. Да, история эта очень интересная. Когда была Олимпиада и пара Олимпиады в 2014 году, нас пригласили во главе с руководителем Надежи Александровны Надежиной, с моей коллегой Копытиной Ириной Николаевной и я на Центральный федеральный округ на выставку с мастер-классом. Но так как было из разных регионов изделия декоративно-прикладного искусства, то меня очень поразил вальник из Брянска. Он был метр шестьдесят. Но так как коллекцию я разработала, кукол маленьких, и коклюш, которые мы плетем, у нас в самой большой мере коклюшки. 20 см высота, но самый главный диаметр это практически 20 мм, что позволило одеть коклюшку, показать численно цветное мехальское кружево. Ну а когда я увидела маленький валенок меньше спичного кропка и до метра шестидесяти, я приехала и загорела с желанием увеличить размер коклюшки. Это настоящая коклюшка полностью, ее можно раздеть. Самый большой недостаток многих авторов кукол, я имею в виду кукол, что их там заклеивают, зашивают. Тяжело ребенку общаться с такими куклами. Но ребенка хочется опознать, он на это ребенок. И вообще диалог с детьми, взрослых и детей, через игрушки очень намного легче, потому что на Руси было до 500 разновидностей. И вот родилась вот такая вот красавица. Их несколько видов. Ну, я сделала на музыку Чайковского времена года. И пользуясь случаем, приглашаю всех жителей города и гостей города Рязани посетить наш небольшой ассортимент музейный кабинет в городе Михайлове. Я знаю, что на Малой Родине, которую я здесь представляю, такого кабинета нет нигде при предприятии небольшого музея. Но самое главное, что мы еще планируем расширить, где сделать еще крестьянскую избу. Помещение есть, возможность есть. Только время. И я думаю, что мы со временем откроем, и вы будете очень приятно удивлены и расширите свой кругозор знакомства с промыслом. Желаем вам удачи в этом начинании. Обязательно приедем в Костя. Расскажите, пожалуйста, какие орнаменты можно увидеть в оформлении этой прекрасной барышни? Ну, во-первых, здесь вот это самое старинное кружево-балалайка, переплетение платнянка, решетка. И форма, видите, народная. В общем, все, что окружало крестьянина, а что это, поля, леса, деревья, пени птиц, и вот это он как бы перекладывал все в рисунок. И рождались вот такие вот необыкновенные узоры, которые скрашивали на ней свой быт. Вот здесь вот тоже, видите, небольшое видя городка или павлиный хвост называется, когда павлиный хвост раскрывает, красивый. И здесь есть вот восьмерочки, цепочки. Здесь, видите, уже восьмерочки, цепочки идут в орнаменте, в крае, а здесь уже идут в прошии, тоже восьмерочки. Но другая цветовая гамма, по-другому немножко сплетены и смотрятся по-другому. А здесь у меня таких, я уже говорила, времена года четыре куклы. Дело в том, что мы используем технический сейчас сколок, рисунок. Раньше его не использовали, поэтому называется численный цветной механизм кружева. По числу коклюшечек, по числу перевитей и по краям ставили иголочки. А здесь я применила цветовую гамму, не нарушая композицию, не нарушая технологический процесс, игра цвета. Получается, на барабане не было раньше у мастерицы вот этой технической сколка. Ну, выражаясь современным языком, у каждой мастерицы компьютер был в голове и глазомер был сильно развит. Но так, когда пошло на промышленной основе, чтобы было у всех одинаково, то тогда вели технический рисунок. Но на земле Рязанской было несколько видов кружева. Вот Михайловская численная, городская – это растительный орнамент и белая – скопинская, которая отличалась немножко от Михайловского кружева. А так как начинали плести шерстяными нитками, то, конечно, для ровности материала, орнамента кружева плетения и кружева, то использовали самые большие коклюшки. А я их использовала, вот их одела. Что такое кружево? Кружево – это окружать, оформлять от костюма. У нас плоскостные изделия, много разновидностей, ну, и плательные группы. Ну, я решила разработать коллекцию кукол-коклюшек, которые будут нести информацию о кружево плетении. И в руках вот такие вот сувенирные коклюшечки. Расскажите, пожалуйста, какие предметы быта чаще всего оформляли вот такими орнаментами, коклюшечным кружевом? Ну, в основном костюмы. Женские костюмы. Их разновидностей было несколько. Свадебные, конечно, костюмы, когда девушка выходила замуж. Фартуки, занавесы в костюме. Он играл вот очень большую роль. Нес на себе функцию. Панева, низ юбки оформлялся. Или нижняя часть сорочки. Называлась рубаха. И обязательно был декоративный предмет, головной убор. Их было несколько разновидностей. Вообще деталь женской костюмы нес всегда в себе информацию. Он был в зависимости от данной ситуации свадебный, праздничный, будничный. Но нес все равно по любому красоту. Женственность. Будем говорить так. Головной убор, чтобы женщина не упала ни один волос. Называлась опростоволосилась. Фартук, занавеса. Занавешивали, когда девушка уже становилась женщиной. Ходила, ждала пополнения. Оберегали. И поэтому каждая деталь костюма он нес в свою функцию. И, конечно, оформляли нашим Михайловским геометрическим орнаментом. А вот растительное городское кружево там цветовая гамма, не такая яркая, а более спокойная. В основном, чем оно городское, в городе носили. Там уже применялся растительный орнамент. И там уже применялся крючок. И там самое большое – это семь пар. Вот этим и отличается. Отлично. Расскажите нам, пожалуйста, об уникальной вещи, которая у нас лежит на столике. Что это такое? Это дорожка. Кружево мое, а рисунок моей коллеги Копыть Нарина Николаевна. Потому что я говорю, что у нас коллективная работа. И у нас много совместных работ. И музей мы создавали. Музей даже помогла Надежда Александровна, руководитель. Поняла, что музей необходим. И здесь, вот видите, пожалуйста, петушиные гребешки. Вот видите, действительно, как гребешки. Вот павлинка. Павлинка. Павлиный хвост или бубенцы. Как бы орнамент перекликается с этим вот, с кружевом, с фартуком. Но он уже другой. Прошло. А вышивка. Крест. Полукрест. По счету ткани, нитки ткани. Мы работаем только с натуральными нитками. Мулины и лен. И с натуральными тканями лен. Мне очень нравится сказка про лен. Рост лен. И говорил, какой же я счастливая. Я дружу с вами, с цветами. А мы это дождями. Согретой солнцем. А цветы говорят, вот подожди, придут люди. Выдернут тебя. Будут бить. Трепать. Ну, действительно, пришло время. Трепали. Но когда получился кусочек белого полотна и попал к великой мастерице, рассыпался орнамент, лен воскликнул, принося людям радость, можно все перетерпеть. Отлично. Расскажите, пожалуйста, для чего использовался раньше вот такой предмет быта? Для оформления интерьера, внутреннего интерьера. Стола ли, у женщины, туалетный столик. Все это такая скатерть получалась, по большому счету. Да. Поэтому, да, она носит как бы оформление плоскости стола, любого там. Но это дорожка. А размер уже может быть совершенно разный. И маленькие салфеточки, большие. И большие скатертья, мы выполняем заказ. Поэтому любой может, кто обратится. При этом мы можем даже изменить цветовую гамму. Мне очень нравится коричневый цвет в сочетании со скопинской керамикой. Это наш промысел уникальный. И два промысла как бы смотрятся очень хорошо. Мы также сотрудничаем с Шиловской лозой, поселок Шилово, Рязанской области. Почему? Там прекрасные корзины, если это положить в полотенце, оформить. Кстати, вот на Пасху есть пасхальные корзины. Мы оформляем их. И люди сюда, в общем, покупают, кладут туда салфетки, куличи, яички. Очень красиво оформлено. Индивидуально, будем говорить так, подход. Поэтому здесь уже, как сказать, мы сохраняем традиции, но и стараемся отвечать той эпохе, которая идет в настоящий момент. Вы уже упоминали, что преподаете мастер-классы. Наверное, наибольший интерес такие традиционные промыслы имеют у иностранцев. Да, вы знаете, у нас были голландцы, и когда они сделали мастер-класс, мы их попросили, ну, поставьте вот на ладошку, давайте мы из ваших вот работ сделаем хоровод. Ну, в общем-то, и переводчики не могли слово хоровод по-голландски перевести. И мы, ну, когда переводчики встали в круг, как бы, и мы им помогли, оказался, надо было объяснить коллективный танец. Вот, ну, пока показали, им это очень понравилось, и поэтому они увезли с собой, как бы, сувенир, сделанный своими руками. В загранице, в 2014 году я была вместе с Фиолетой Владимировной, замдиректора областного дома творчества. Меня приглашали преподавать кружево, вообще промыслы на три месяца в Шанхайском университете. Ну, тем, чем обладает земля Михайловская, это душа России, это национальное достояние. И вот, конечно, я не осталась, я на это не имею права передавать таинство ременслам. Спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что нашли время с нами пообщаться, нашим зрителям. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Татьяна Преснова, мастерица, автор Михайловского кружева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова